Железная логика Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Всей Грузии бойкот вот этим, по наехавшим из России, значит, этим, вроде бы как и союзникам Грузии, но одновременно, как теперь выясняется, гибридным каким-то диверсантам, да? Ну, вроде ранее сообщалось, что, например, в ресторанах отказываются обслуживать на ином языке, кроме как на английском, вот, приедущих. Ну, вот с английским как раз у них всё в порядке. Вот как раз с английским, я думаю, что у большинства из тех, кто уехал, вот он им пригодился, так сказать, да? Странным образом, да, совершенно неожиданно, наконец-то пригодился им английский язык, чтобы в Грузии на нем разговаривать. Хотя грузинский и английский — это то ещё счастье, что называется, да? Вот, если честно, там, бывал я в Грузии неоднократно, вот и так далее, там, в своё время, так сказать, тоже грузинские власти меня обвиняли в какой-то подрывной деятельности, там, да? Ну, вы тоже участвовали в гибридной войне? Да, конечно, а как же, куда деваться, так сказать, в чём я только не участвовал. Вот, тоже участвовал в гибридной войне, там, целая была эта самая компания информационная с подключением ресурсов Ходорковского, да, с это самое, с обвинением меня в том, что я там подрывал. Эту самую грузинскую демократию изнутри путём хитрых этих самых избирательных компаний, разных всяких, так сказать, махинаций, манипуляций и так далее, и так далее. В общем, было дело, что называется, да? Вот, такие, так сказать, там, всякие истории происходили. Вот, хотя, в основном, конечно, там всё это такое, значит, слышали звон, но не знают, где он, в основном, в основном так. Вот, но грузинский, английский, конечно, это такое, такое тоже себе, то ещё себе удовольствие. Хотя, вот, вроде бы, эта Зарубишвили, она, как бы, приехала из Европы, она же должна быть толерантной. Что за дела-то, как бы, да, это самое. Вот, например, в этом, во Франции, огромное количество мигрантов, находящихся во Франции, приехавших из Африки и арабских государств, они разговаривают постоянно на своём языке. Я сам это слышал, вот, и слышал, так сказать, да. Правда, последний раз я там уже был очень давно, потому что с 14-го года мне запрещён въезд в Европу. Вот, но, тем не менее, так сказать, даже в те годы, когда их ещё там было чуть поменьше, чем сейчас, как бы, они всё время разговаривают на своём языке, вообще. И никто из французов, как бы, да, их не дёргает, не трогает, там, да, не это, не это самое. А вот здесь, вот, значит, а русские, это другое дело. Не, ну, а там же не язык врага. А, ну, понятно, да, там не язык врага. Теперь ещё неизвестно, кто там будет враг, а кто друг. Вот, поэтому это всё бреднее. Ну, а есть ещё такая штука. У этой Соломезы Рубишвили, на самом деле, там, неприятности во внутренней политике. Она её совсем, там, совсем не уважает. Совсем этот ГАИ тебя не уважает, как в фильме «Мимино» говорили. Её там не уважают совсем. Авторитета она свою там растеряла, полномочий у неё и так было, в общем-то, немного. Она в значительной степени была такая символическая фигура, которая должна была олицетворять, значит, вот сближение Грузии с Европой. И европейский вектор, так сказать, развития Грузии. А ничего у неё по ходу дела, ничего толкового у неё не получилось. И внутри Грузии уже над ней, в основном, только смеются. А тут недавно вообще, я не знаю, в каком состоянии находится, но попытались же импичмента, процесс импичмента против неё, как бы, да, в грузинском парламенте, значит, начать. Вот, там вроде даже как-то начали. Вот я честно скажу, то не слежу так вот за этим подробно, но есть такая проблема. Ну, вот она и привлекает к себе внимание такими, скажем, там, всякими резкими заявлениями там про гибридную войну и прочее. Сейчас, насколько я понимаю, никакой гибридной войны нету. Да, действительно, были кровопролитные конфликты начала 90-х, когда Абхазия и Южная Осетия фактически стали независимыми. Вот, тоже, на мой взгляд, кстати говоря, спасибо такой в кавычках грузинскому национализму, который вместо того, чтобы развивать такую, может быть, даже федеративную Грузию, или, по крайней мере, Грузию с автономиями, вот, стал, так сказать, качать этот самый лозунг «Грузия для грузин». Вот, хотя даже в советское время уж, на что там в советское время, они все не любят, обвиняют ее в тальторизме, Абхазия и Южная Осетия имели статус автономии. Вот, но в итоге, да, случилось то, что случилось, вот, Южная Осетия и Абхазия фактически стали независимыми, но потом, после попытки Саакашвили в 2008 году вернуть Южную Осетию силой, да, Россия признала и Абхазию и Южную Осетию в качестве независимого государства. Все это было, никуда это не денется, так сказать, да, и переступить через это, конечно, довольно сложно, вот, но это было уже довольно давно. Если сказать о сегодняшней ситуации, не знаю, я вот никаких реальных примеров, там, гибридной войны против России, против Грузии просто не знаю, вот. Ну, вот, действительно, туда вот понаехали, видите, наш цвет нашей, так сказать, российской нации понаехал в Грузию. Ну, казалось бы, должны быть рады грузины, да, но, вот видите, тоже... Нервируют. Тоже они, значит, нервируют эту самую Зарабишвили, вот. А там еще такая штука-то, она сама по-русски не говорит, вот, поэтому и нервируют, потому что она сама как бы грузинка, но из Франции, поэтому она и на грузинском, насколько я понимаю, с акцентом, да, вот, и, значит, на французском, а по-русски она так это, что-то там может, так сказать, такое вот сконструировать, но, в общем, конечно, для нее это совсем чужой язык, вот, собственно, и все. Ну, ладно. Ну, и плюс, уверяю, плюс вот эти всякие политические неприятности, там угрозы импичмента и все такое прочее, вот начнешь тут это трепыхаться. Мне нервничать. Да. Субтитры сделал DimaTorzok